Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я прошу садиться. Время 11 часов мы начинаем наш круглый стол, дискуссию на тему «Высотное строительство в России. Драйвер промышленного роста региона». Я думаю, что совершенно не случайно, что эта тема сегодня обсуждается в Екатеринбурге. Насколько мне известны статистические данные, сегодня город Екатеринбург – один из самых высоких городов страны. Более того, он входит в первую сотню высотных городов мира. Я думаю, что это совершенно не случайно. Это результат той политики, которая проводилась в течение последних 20 лет. Это использование того ресурса, которым располагал город Екатеринбург, с учётом того ресурса, которым он не располагал. То есть мы выбирали в своё время оптимальную стратегию развития города для того, чтобы не допустить сначала провала в жилищном строительстве, поскольку новых готовых площадок в городе практически не было на начало 90-х годов. Освоение новых площадок было достаточно затруднительно. Мы стояли перед выбором. Либо мы за счёт вот таких вот решений, в том числе и по строительству, точечному строительству высотных зданий поддерживаем, поддерживаем строительный комплекс, либо мы отпускаем этот вопрос на самотёк и, в общем, получаем тот результат, который, к сожалению, получили во многих российских городах, где строительному комплексу был нанесён серьёзный ущерб. Мы в течение последних 20 лет практически неуклонно наращивали темпы жилищного строительства, и это связано было в первую очередь с освоением новых технологий в высотном строительстве, с расширением объёмов высотного строительства. И вот сейчас, уже будучи в ином качестве, имея возможность наблюдать развитие других российских городов, я могу сказать совершенно откровенно, такого масштаба высотное строительство существует в Москве, такого масштаба высотное строительство существует в Московской области, и всё. Больше в стране в таком масштабе высотного строительства нет. Можно сегодня спорить, насколько оптимален этот путь развития, что лучше строить вверх или строить вширь, но то, что этот способ развития территории имеет право на жизнь, доказала и мировая практика, и практика нашего родного города.